всем привет меня зовут света и вы находитесь на моем канале и так девочки все это время не так много видео выходило у меня на канале но однако я не сидела без дела я решила вновь вернуться к опыту окрашивания пряжи все уже видели у меня на канале что у меня уже был опыт окрашивания пряжи я решила еще раз в общем покрасить пряжу скажу откровенно что первый раз когда я красила пряжу это был неудачный опыт так как я решила что я могу внести там какие-то свои коррективы и покрасить пряжу так как подсказывает мне опыта то нету просто как бы я думала что будет вроде бы неплохо ну и конечно же это этот опыт провалился так как пряжа которую я окрасила она полиняла девочки после первой же стирки не могу сказать что она там приобрела какой-то некрасивый цвет или что-то такое но однако было довольно заметно что она полиняла но мне же это все не давало покоя и я решила снова попробовать покрасить пряжу и сначала я окрасила эту пряжу я долго думала над тем какую пряжу мне окрасить первый раз я окрасила детскую новинку белого цвета так как думала ну что получится вдруг испорчу там и все такое но в итоге на самом деле не испортила но ничего хорошего из этого не вышло на этот раз я решила в общем не брать дешевую пряжу а взять такую пряжу в которой есть хотя бы половина шерсти и я выбрала такую пряжу которую я потом могу использовать в носочках то есть примерный метраж носочной пряжи я взяла пряжу вита бриллиант и решила попробовать на ней вот но об этой пряжи тоже довольно разные мнения и у меня об этой пряжи самые хорошие мнения и впечатления очень хорошие за исключением того что она скользкая и рассыпается в матке но это я думаю сущая ерунда потому что любой моточек можно перемотать в клубок либо в таблетку там у кого есть моталка вот но я справляюсь и смоточка и вот я купила пряжу вита бриллиант вот это вот пряжа у меня изначально было серого цвета все светло-серого цвета вот у меня есть такой размотыш этой пряжи это то что осталось от нее у меня есть еще один такой моточек пряжи и вот этот кусочек я оставила для того что могла бы добавить к тому мотку так как понимаю что того мотка если в две нити буду вязать у меня на балаклаву не хватит а если я добавлю вот этот кусочек две нити то будет самый раз в общем эта пряжа была изначально вот такого цвета такого светло-серого не знаю почему я захотела крашивать пряжу серого цвета но я подумала что будет такой приглушенный приятный цвет использовала обычные красители для пищевые да в общем тем что мы красим яйца на пасху и но такой такая палитра была девочки не очень какая-то яркая что ли красный красный малиновый оранжевый желтый зеленый все пять цветов синего абсолютно не было так какого еще но зеленый тоже был какой-то такое не очень и в общем но я воспользовалась тем что было покрасила пряжу теми цветами единственное не использовала я малиновый красный желтый оранжевый зеленый я использовала но потом так посмотрела что мне это как бы ну не очень да и я пошла в магазин и купила краситель для ткани вот синего цвета ярко-синего и черного и в общем пока там сбегала в магазин прибежала развела краску и стала уже капать на эту пряжу вот такие цвета соответственно видите это настолько мне не хватало синего цвета что я его даже переборщила мне очень много вот здесь синего цвета получилось а черный цвет девочки я его тоже немало капала но его практически не видно он почти весь смылся в общем вот так и потом я всю эту пасмочку завернула в пищевую пленку так чтобы края не соприкасались то есть вот таким вот образом завернула все и вот этот вот бублик положила в микроволновку и по две минутки с перерывами я и в общем держала в микроволновой печи до тех пор пока водичка которая была в середине вот этой пищевой пленки не стала прозрачного цвета потом вынула охолотила и прополоскала всю эту пряжу полоскала до тех пор пока совершенно прозрачная водичка не было и потом высушила эту пряжу перемотала вот в такой вот симпатичный клубочек кстати вот там вот внутри у меня больше желтого цвета есть больше вернее чем здесь а здесь практически желтого не видно ну зеленый немного попадается вот здесь вот зеленый просвечивает кстати у вас вот зеленый вообще плохо виден на самом деле вот здесь вот зеленый есть вот здесь есть зеленый если не через камеру так вот здесь есть зеленый цвет в общем такая вот расцветка у меня получилось это пряжа отправится в мою коллекцию насочной пряжи в кстати как-нибудь сниму видео по насочной пряжи и вот сегодня шла с работы и мне прям так захотелось еще какую-нибудь пряжу покрасить прям очень сильно зашла в магазин купила вот пряжу вита бриллиант опять белого цвета уже был совершенно белый моточек я его вот всю в пасму перемотала и решила опять покрасить достала опять красители и на этот раз решила сделать побольше желтого и зеленого и также у меня оставалось еще синий краситель и черный синий я вообще не использовала а черный использовала кстати девочки вот это вот часть это все черный цвет мне очень жаль что здесь нет черного цвета мне кажется любой палитре любой краски черный цвет придает еще большую яркость но у меня не получился черный цвет я не знаю что я делала не так возможно это просто такой такая краска не знаю чем какие цвета использовала как видите желтый как видите зеленый такой темном фиолетовый был он стал светлый светло-сиреневым таким но и вот черный и вот это был малиновый прям ярко ярко ближе вот к этому цвету малиновый но почему-то он у меня здесь стал таким поросячий розовым здесь прям какой-то оранжево-розовый и такой вот переходящий видите тут у меня идет от сиреневого к розовым потом к желтому и в зеленый цвет и вот тут вот вот видите здесь так как-то крашена до пестро здесь я уже краска которая осталась на донышке стаканчиков я густая такая я ее просто вот точечно так покапала и появилась получились вот такие вот крапинки как бы вот здесь видно тоже здесь есть и кстати еще черным цветом я делала по всей пасме крапинки но не получилось как я уже сказала это пасма еще влажная но я подумала цвета не совсем те которые мне нравятся получились изначально они мне нравились но как вот получилось сейчас мне не очень нравится но думаю чего-то нормально будет перемотаю в пасму то есть перемотаю в таблеточку и посмотрю что получится эта пряжа тоже останется в моей носочной коллекции в общем ну вот такой вот у меня был эксперимент пряжу красила точно так же как и эту до водичку добавляла сначала так расскажу сначала когда смотала в пасму металлическую кастрюлю я налила водички добавила туда соли и на медленном огне вода у меня не кипела томилась то есть это пряжа у меня проварилась да и вот в тот момент был такой прям резкий запах шерсти овечкой пахло то есть вот этот вот шерстяной состав да прям проявился потом вынула дала этой пасмочке стечь и уже потом разложила опять на пищевую пленку и тут уже пошло дело эксперимента то есть проявляла свои творческие художественные способности там уже завернула а кстати красители тоже разбавляла уксусом вот потом завернула все в пищевую пленку опять микроволновку два раза по две минутки вынула охладила и хорошенько прополоскала до тех пор пока вода уже была прозрачная но особо краски не отделялась не было такого что прям долго я полоскала просто хотелось что потом не было не окрашивались пальцы при вязании в общем вот такая вот пасмочка у меня получилось сейчас она еще пойдет досыхать я ее высушу и по возможности перемотаю возможно завтра мне не будет времени этим заниматься так как у нас есть семейные кое-какие дела и ну как высохнет я так ее и перемотаю и потом как-нибудь возможно в обзоре своей носочной пряжи я эту пряжу тоже представлю и покажу и тогда вы уже посмотрите как она будет смотреться в таблеточки ну а когда уже буду вязать носочки мне очень интересно какой узор будет получаться и что же у меня будет так хотелось сделать такой окрас как вот в супервож да там такие секции что как будто бы жаккард хотелось бы чтобы получилось нечто вроде такого но вряд ли у меня конечно такое получится но тем не менее то что у меня получилось я думаю это тоже неплохо в общем вот такие две пряжица у меня покрасились и это мой второй опыт это третий опыт окрашивания пряжи который наиболее удачные чем первый напомню что первый раз я красила сухую пряжу и красила специальными красителями для 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 ткани и в общем разводила все я видимо все делала неправильно поэтому да я ее и же и не проваривала потом когда уже как бы полила краской я ее не проварила ее просто сухую полила подержала чуть прополоскала изначально конечно остались эти все крапинки но потом при повторной стирке когда связала носочки все размылось все пропало и цвета смазались на этот раз думаю все будет хорошо хорошо то будет потому что я уже ее довольно тщательно полоскала и эту пряжу и эту ну вот девочки поделилась с вами тем чем занималась выходные то есть праздничные выходные до каникулы и соответственно вот эту пряжу красила я сегодня уже а сегодня у нас пятница ну вот а на этом хочу завершить свое видео смотрите мой канал и увидите то какие носочки будут получаться из этой пряжи всем хочу пожелать легких петелек прекрасных изделий всего самого наилучшего всем пока